Всем привет, с вами Няшний Кексик и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня будет рубрика вопрос-ответ, я отвечу на ваши вопросы, которые вы мне задали в инстаграм. Пять любимых аниме. Окей, мне жарко. Пять любимых аниме это Наруто, Ходячий замок, Тетрадь Смерти, Банановая рыба однозначно. Нравится у многих аниме, но чтобы выбрать пять, Тикийский гуль, первые два сезона. Третий не считаю. Какое любимое аниме? Из этих пяти я бы назвала Наруто. Как ты пришла к идее на косплей Саски? Все очень просто. Я делала косплей на Наруто, и мне все время не хватало Саски. Я такая думаю, почему бы мне с собой не сделать Саски? Ну, конечно, это сложно, когда ты в лице одного и Наруто, и Саски, но почему нет? Это вообще даже прикольно, мне понравилось. Правда, Наруто мне нравится делать больше косплей на него, потому что он более эмоциональный человек. И я тоже. Ты рада, что тебя разблокировали? Кто не знает, меня заблокировали в ТикТоке одно время, ни за что. И это было ужасно. Конечно, я рада, я ужасно рада. Мне этого сильно не хватало, это стало частью моей жизни. Хотела бы сделать косплей на Чифу из Токийских мстителей, и мне кажется, он вам подойдет. Большое спасибо. Вообще, да, я бы хотела сделать, ну, скорее, я бы хотела сделать так, как разово, чуть-чуть, пару фотографий, пару видосов. На постоянной основе, наверное, я бы не делала, но это прикольный опыт, я бы сделала, да. Кто тебя потолкнул снимать косплеи? Меня никто не потолкнул. Мне кажется, я сама себя потолкнула. Я посмотрела просто на зарубежных блогеров, как они снимают разные образы в косплеях. Это было давно, тогда это было только на YouTube, потому что ТикТока не было. Мне это понравилось, у меня появились косплеи, и спустя несколько лет появляется ТикТок. А моя подруга начинает снимать туда, и такая, попробуй тоже. Я тогда чуть-чуть отошла от аниме и от косплея, и такая, да не, нет. И потом в итоге попробовала, и да, мне это понравилось очень сильно. Тут очень двоякая ситуация. С одной стороны, изначально я себя на все это подтолкнула, рассказала подруге о косплее, дала ей свой косплей, она начала снимать. И потом она же меня как бы возвращает в то, что я когда-то попробовала, то, что я однажды заказала, примеряла на себя. И у меня есть полноценное видео на YouTube, одно из первых, где я рассказываю о том, как я вообще, в принципе, пришла к этому, и там все будет подробно. Сколько лет занимаешься косплеем? Ну, кстати, они получаются от себя все шикарно. Большое спасибо, сколько лет я занимаюсь. Но вот если прям серьезно занимаюсь косплеем, то где-то год. Но опять же, в начале я считаю, что это такой не очень уровень, но опять же, начинание — это тоже начинание, так что все же надо считать. Год и три месяца, примерно так. Какая реакция была, что тебе вернули аккаунт? Мне кажется, на тот момент я, наоборот, не могла особо говорить, оно было все во мне, я просто... Мне было чувство облегчения. Мне казалось, что любая проблема, хоть что происходящее, бы не было в жизни. Все просто куда-то испарилось, и я такая просто... Фу, мне просто стало легко и хорошо. Это как минутка умиротворения, спокойствие, и я просто была рада. Мне как будто больше ничего в жизни не надо было на тот момент. Личный вопрос, но все же. Хочешь выйти замуж? А отвечу на этот вопрос настолько, насколько смогу на него ответить, потому что я особо не задумывалась на эту тему. Наверное, для меня... В первую очередь, мне просто хочется любви, какого-то такого счастья, вне зависимости от какой-то свадьбы. Мне просто хочется... романтики, заботы. Когда я не занимаюсь ни одним из своих хобби, у меня возникают такие мысли, что мне хочется, чтобы меня просто обняли, каталовали, или посмотреть фильм с кем-нибудь. В общем, мне просто очень не хватает таких чувств. У тебя будут косплеи на Химавари и Барута? Мне бы очень хотелось сделать начальник. Я никогда не задумывалась на то, что я сделаю косплей, но сейчас я стала чаще об этом задумываться, и мне, в принципе, нравится вселенная Наруто. Барута я так не смотрела, как Нарут, но это было бы здорово. Я думаю, это было бы очень весело, интересный опыт, и попробовать на себе кого-то из персонажей, но единственное, я не знаю, кого бы конкретно я сделала. Кого больше любишь, Наруто или Саски? Наруто. Да, я вот так это даже не задумывалась сказала. Прости, Саски, но Наруто мне ближе. Его история, его старания, его мировоззрение, это ближе ко мне. Любимый персонаж в аниме? Ну, раз уж тема Наруто опять зашла, я скажу, что Наруто... Да, я не буду даже задумываться о других персонажах, потому что это очень сильная личность у Наруто, есть с чему поучиться. Он пример для многих, в том числе и для меня. Хочешь сделать пирсинг? Я боюсь более. Я реально этого боюсь. Я предпочту себе какой-нибудь на клипсах всякие штучки, что-то накладное, но сделать пирсинг вряд ли. Я не знаю, какое у меня должно быть настолько сильное желание, чтобы я реально решилась сделать прокол. Вот, хотя отношусь к этому нормально. Как тебе относились в школе? Какие у тебя были отношения с одноклассниками? Ну, каких мне было отношений с одноклассниками? Серьезно. Как ко мне относились? Ну, я бы назвала себя очень скромной девочкой, которой сложно общаться со всеми. У меня было несколько близких подруг. Мы могли общаться просто обо всем. Что касается остальных ребят, я не особо общалась. С мальчиками вообще не общалась. Я очень их стеснялась, а сами они со мной не общались. Школьные годы как-то так мне и запомнились. Всегда хотела чего-то такого, как в американских сериалах и фильмах, когда ты в последнем классе, и всё в твоей жизни внезапно меняется. И вместо того, чтобы вы сидите, быть такой скромницей, оно всё поменялось. Но оно не поменялось в конце 11 класса, как это бывает в фильмах. То есть, да, я изменилась, но, пожалуй, всё больше изменилось с момента начала университета. Вот тогда я начала кардинально меняться, быть свободней и легко общаться с людьми. Но школьное время для меня было очень в этом плане нелёгким. Очень жаль, с одной стороны. А с другой стороны, возможно, если бы я такой не была, я бы не стала тем человеком, которым являюсь сейчас. Пацаны могли подшутить надо мной, что-то посмеяться в классе пятом, когда наши классы А и Б соединили. Я начала стесняться поднимать руку, и мне нравилась математика до пятого класса, но с пятого класса из-за того, что я ничего не спрашивала, я просто стеснялась на уроке поднять руку. Я не поняла, объясните мне. Сейчас бы я сказала, мне непонятно. Пожалуйста, объясните мне. Я бы не постеснялась, естественно, на такое сказать, но тогда это было не так, и из-за этого я начала многие материалы просто упускать, не понимать его. Были какие-то дополнительные потом по математике. Тем не менее четвёрку получила в одиннадцатом классе. Какое-то время, несколько лет я с раздражением в школу вспоминала. Сейчас как будто бы всё прошло, это ощущение. Возможно, потому что я изменила. Какие бы советы дали начинающим косплеерам? Ну вот, полноценно много советов я бы выпустила как отдельный видеоролик, потому что это точно не на пару секунд ответ. Для начинающих косплееров у меня, конечно же, в ТикТоке достаточно много видосов, где я выкладываю обучающее и продолжаю всё такое выкладывать. Но один совет всё же в этом видео я дам, это просто не бояться, пробовать и делать. Если вам это хочется, несмотря ни на что, беритесь. И у меня достаточно видосов, где я говорю, что можно делать это с минимальным бюджетом. Можно попробовать себя перевоплощать вообще, не вкладывая никаких денег. И если вы боитесь осуждений, если проблемы, допустим, не в деньгах, то не нужно бояться этого. Просто если вы не будете заниматься тем, то, что вам нравится, то как же ваша личность? Она же пропадает. Не надо этому позволять случиться. Будьте самими собой и делайте то, что вам нравится. Как пришла идея заняться коспе? Было ли сложно поначалу? Поначалу было... Я бы не сказала, что поначалу мне было сложно. На самом деле, то, что получается у меня сейчас, вначале у меня совершенно не получалось. Я даже не знала, что, допустим, до такого уровня я смогу дойти. И вначале я об этом просто не задумывалась. Мне казалось, о-о, классно, вот это получается, вот это получается. А чем больше я задумывалась о большем, чем больше я прикладывала фантазии, хочу сделать это, это варианты. И вот тогда я столкнулась с сложностью. Уже, наверное, через полгода, через еще чуть больше времени, как я начала заниматься коспеем, тогда он стал для меня гораздо сложнее из-за того, что я сама себе стала повышать эту планку. Я такая, я должна делать не так, я должна делать лучше. И из-за этого я начала ощущать сложность. Раньше я просто не ставила для себя выше планку. Такая, о, не, все окей, все классно. А еще косплеи будут? Ребят, я постоянно что-то придумываю у разных персонажей, так что, да, будут. Просто в один момент мне очень сильно захотелось остановиться на каких-то определенных героях, например. Мне очень нравится делать косплей по Наруто, и я бы больше всего делала косплей по Геншину, особенно в образе Итера, потому что Итер мне больше нравится делать косплей, чем Кейм. Но я жду полноценный костюм, чтобы было это прям суперкруто, поэтому по Итеру скоро будут видосы, как придет костюм. Косплей я все время пробую разных персонажей, это могут быть какие-то закосы, разные образы, так что все зависит от желания фантазии, и, как я уже сказала, просто особенное желание у меня по Наруто и Геншину снимать, но я не исключаю всего остального, особенно в виде фотографий. Если видео я еще делаю какие-то определенные, то фотографии у меня совершенно разные. Есть те образы, которых нет в ТикТоке. Кто был твоим первым персонажем? Ну, первым персонажем очень сложно сказать, возможно, это было Юкино. Либо Наруто, Хинато, либо Сакура. Вот кто-то из них, я не помню. Просто я первый из своих косплеев просто так, не для съемок видео, когда-то заказала, и я не помню из этих четырех косплеев, какой был первый. Либо это может Наруто было, либо может быть Юкино. Ты общаешься с одноклассниками? На самом деле очень мало, то есть я, как уже прежде сказала, что я общалась с определенными людьми, было совсем немного из моего класса с остальными одноклассниками. Я в целом не общалась, только в рамках школы иногда привет пока или что-то немного мы могли обсудить. Но именно тесное, близкое общение было с несколькими людьми. Мы поддерживаем наше общение. По мере возможности мы можем списаться. Я, конечно, знаю, что у каждого своя жизнь, но если есть такая возможность, мы бы могли увидеться с подругами. Я приезжала в Новосибирь, к сожалению, мне пришлось уехать раньше, но мы хотели увидеться с подругой, с которой я общалась еще со школы, только она находилась в Томске, то есть она была готова на выходные приехать в Новосибирск, потому что находится, в принципе, не так далеко. Но, к сожалению, мы не успели так увидеться. У меня есть подруги, которые живут там же, где я выросла, в Каменогорске. С ними увидеться сложнее, потому что гораздо дальше находится, но это не значит, что я не хочу увидеться. Я бы очень хотела встретиться и провести время. Я смогла на Новосибирске увидеться с подругой, которая училась в параллельном классе в школе. И это было здорово. Я чувствовала себя очень комфортно, по-домашнему, прям как в старые добрые времена. Как ты познакомилась с Катей и Лерой? У нас получилось такое знакомство, что я была на фестивале в косплее Эрона, и ко мне пришла Лера. Мы с ней пообщались и в интернете потом друг друга нашли. В общем, мы познакомились, и также я встретила Катю. Получается, Лера с Катей, они учатся вместе. И так вышло, что я подписалась и на Катю. А потом я просто предложила вместе снимать видос, и мы с ними увиделись, и начали чаще общаться, и вот как-то так все вышло. Какие еще хобби, помимо косплея? Мне очень нравится читать. Сейчас я обязательно читаю час в день. Это с одной стороны как пунктик для развития, и с другой стороны мне очень нравится. Особенно если книга меня зацепила, я ловлю с этого кайфа. Так было недавно, я взяла книгу и прочитала ее за три дня. То есть, по сути, я должна была читать один час в день. Это моя планка, который я должна каждый день достигать, но я читала гораздо больше в день, потому что мне очень сильно нравилось. Вот. Какие-то книги мне сложнее читать, но тем не менее, это как хобби, любимое дело. Помимо этого, мне очень нравится монтировать видосы и, в принципе, заниматься обработкой фотографий, то есть, все, что связано с видео и фото. Одно дело, когда я снимаю себя, а другое дело, когда я фотографирую, например, друзей и обрабатываю их фотографии. Я очень сильно люблю смотреть сериалы и фильмы. Мне сильно нравится смотреть Netflix. Помимо Netflix, на самом деле, я очень много что люблю посмотреть. Я обожаю смотреть передачи про путешествия. Вначале я начинала смотреть просто разные передачи про путешествия, а потом перешла на видео каких-нибудь блогеров, которые снимают про определенную страну, например. Мне очень сильно нравится сейчас смотреть про США. Если вы подумаете, что это я смотрю такое самое-самое распространенное, что смотрят, но нет, на самом деле я интересовалась разными странами, которые даже видео было сложно найти в интернете и очень печально, потому что им не так много людей интересуются. Хотя мне очень нравилось это смотреть. Я люблю изучать разные культуры, мне нравится смотреть на кухню разных народов. Также я помаленечку учу английский, и для меня это что-то вроде и учеба, когда не так сильно нравится. Но я стараюсь это делать в таком формате, чтобы мне это очень сильно нравилось. Один из последних сериалов, которые мне очень понравились, это «Очень странные дела». После этого я смотрю практически всех актеров с этого сериала в Инстаграме и перехожу на ролики в Ютубе. Но смотрю я ролики на Ютубе не с переводом на русский язык, а чисто на английском. Максимум я включаю сейчас субтитры на английском, чтобы я могла читать эти английские слова, так как на слух мне еще сложновато это все воспринимать. Но это тоже как мое хобби, интерес и увлечение, которое я совмещаю с обучением английского языка. Есть косплееры, которыми ты вдохновляешься, да? Например, мне очень нравятся работы Сабрины и Верло, мне нравятся работы Обсяна, Вулфоти, извиняюсь, я себя неправильно назову. В общем, ребятки, которые делают косплей на Леви и Эрона, но они сейчас стали чаще и по Йеншину делать косплей. Я думаю, кто-нибудь из вас точно встречал их работы в интернете. Меня могут вдохновлять работы и косплееров, друзей. Меня могут вдохновлять видеокосплей с Шомой. Они, помимо веселых видосов, они очень сильные, мощные и мотивируют больше двигаться, заниматься, или, по крайней мере, развиваться в том, что тебе нравится. Это очень вдохновляет. Коцу косплей. Мартин. Как кажется, Мартин изменил свой ник. Какие страницы сейчас смотришь? Извините, надо посмотреть, как изменил ник Мартина. Ты украинка? Я, наверное, на процентов 25, потому что у меня дедушка украинец, а так я русская. В общем, русские корни и есть в целом украинские. Хотя, кто знает, может быть, есть еще какие-то корни. Это как, знаете, сейчас часто сдают тест, чтобы узнать, какие у вас корни, но потом оказывается, что совершенно разные. Ты мог даже не предполагать. Большое спасибо за просмотр этого видео. Мне очень приятно то, что вы были сегодня со мной, и я смогла ответить на ваши вопросики. Их много. Но я очень рада. Мы с вами встретимся в новом видео, на YouTube, также в TikTok и в Instagram. И все ссылки в описании. Ну, а я вас очень сильно люблю. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok